Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 октября. Память преподобных Феодора и Павла Ростовских, основателей Борисоглебского монастыря. В княжении великого князя Дмитрия Донского, при князе ростовском Константине Васильевиче. Из Новгородской области пришел в пределы древнего города Ростова Великого Иноксиодор, неизвестно где родившийся и где принявший пострижение. По дороге, ведущей из Каргополя и Белого озера в Ростов и Москву, он остановился в темном лесу при реке Устье, в верстах 18 от Ростова, оставив себе в лесу шалаш из древесных ветвей. Он остался здесь на жительство. У проезжей дороги на дереве он повесил сделанный из древесной коры кузов, и прохожие проезжие, догадываясь, что тут живет пустынник, стали класть в него то хлеб, то овощи и другую милостыню. Пустынник, не виденный никем, тайно вынимал милостыню и делил ее с нищие братья. Проведавшие об этом, из многих селений стали приходить к пустыне куза милостыней, и он делился всем, что находил в повешенном кузове. Через некоторое время пришел к нему брат по иночеству именем Павел, и с радостью, принятый Феодором, поселился с ним вместе в пустыне. В первое время княжение великого Дмитрия, князя, при митрополите всей Руси Алексии, занимал митрополитскую кафедру с 1354 по 1378 годы, при том же ростовском князе Константине и при ростовском епископе Игнатии. Преподобный Сергий Радонежский приходил в Ростов на поклонение Пресвятой Богородице Соборной Церкви и ростовским чудотворцам. Узнавшие об этом пустыннике Феодор и Павел отправились в Ростов. Просили у князя и епископа разрешения воздвигнуть в своей пустыне церковь и устроить монастырь. А преподобного Сергия умоляли, чтобы он присмотрел место, где поставить им церковь и благословил его. Преподобный Сергий исполнил их просьбу и отправился с ними в их пустыню. Долго ходили они по пустыне. Феодор и Павел указывали то на одно место, то на другое. Преподобный Сергий все осмотрел тщательно и наконец остановился на том месте, где теперь находится монастырь. И благословил поставить здесь церковь во имя великих страстотерпцев Бориса и Глеба. И сказал пустынникам, призрит Господь Бог и Пречистая Богородица на место сие, и великие страстотерцы Христовы в помощь вам будут. И сие место весьма обстроится и в будущие времена превозносимо будет наряду с большими лаврами. Дав пустынникам мир и благословение, преподобный Сергий отправился в обратный путь. Преподобные отшельники принялись вырубать лес и очищать то место, которое благословил преподобный Сергий для построения храма. Однажды во время отдохновения от трудов в тонком сне, явились Федору и Павлу два светлые воина, вооруженные и украшенные царскими багреницами, и сказали, Трудитесь на всем месте, Бог и Пречистая Богородица не оставят места сего, и мы неотступно будем на всем месте в помощь вам и тем, кто после вас будет устраивать место сие. Преподобные припали к ногам их и сказали, Кто вы, господа наши? Но воины вдруг стали невидимы, только слышен был голос, называвший одного Романом, а другого Давидом, это имена Бориса и Глеба, данные им при святом крещении. Пришедшие в себя от великого страха и ужаса, оба пустынники стали ободрять друг друга и в одних и тех же словах рассказывать, что они видели и слышали во сне. После того они с новым рвением стали трудиться и подвязаться над устроением места, и начали собираться к ним братья и мирские люди, плотники, на помощь в делу. В скором времени братья умножились, и все стали умолять Феодора, чтобы он был их игуменом. Так и совершилось. С Божьей помощью обитель продолжала строиться, и многие христолюбцы, оставляя все мирские блага, искали здесь иноческого жития. Преподобный Феодор принимал их с радости и причислял к братьям. Многие вельможи из Ростовской области стали завещать, чтобы их погребли в Борисоглебской обители, и дарствовать ей напоминовение души в отчины свои села, деревни и пожни. Благодаря этому усилились средства монастыря, и преподобный Феодор еще более стал трудиться над его устройством и собиранием братья. Он воздвиг для общей соборной молитвы теплую церковь в Благовещении Пресвятой Богородицы. Много лет милости Божьей заступлением Пресвятой Богородицы и помощью христовых страстотерпцев Бориса и Глеба подвязался преподобный Феодор в устроение обители. Он воздвиг церкви, поставил кельи, все устроив по монастырскому чину, приобрел в монастырю нивы и пашни, устроил на службу обители много людей и приобрел довольно скота. Не взирая на свою старость, он продолжал трудиться и заботиться о благе монастыря. Не давая себе покоя, он задумал отправиться на поиски удобного для рыбной ловли места на нужды монастыря. Вручив обитель Господу Богу и Пречистой Богородицы, имея заступников великих христовых страстотерпцев Бориса и Глеба, и поручив управление обители и братья своему спостнику и брату во Христе Павлу, отправился Феодор в Вологодские места, взяв двух иноков из своих учеников. Там нашел он место, называемое Святая Лука. Обошедший это место и убедившись, что оно удобно для монастырского строения, он хотел занять себе займище и поставил одну небольшую церковь. Узнали об этом окрестные жители еще не просвещенные тогда и народцы Чудского племени и изгнали оттуда преподобного труженика. Изнанный подвижник пошел далее, молясь за творящих ему зло и утешая своих учеников. «Не скорбите, братья, Бог нам прибежитшие силы, помощник в скорбях, обретших нас зело». Господь сказал своим ученикам, «Когда гонят вас в одном городе, то бегите в другой». Прошедший многие пустынные места, как искусный охотник, желающий найти, что ему нужно, преподобный Феодор отправился в Белозерские края. И обошедший по пустыням вокруг всего Белого озера, нашел прекрасное место, удобное для монастырского строения, по ту сторону Белого озера. Новопашенные места, починки, преусти, реки, ковжи. Белое озеро принадлежало тогда удельному князю Андрею Дмитриевичу, сыну Дмитрия Ивановича Донского. Присмотревший такое удобное место, преподобный Феодор, возложивший надежду на всесильного Бога, имея помощницей, причистую Богородицу, отправился в царствующий город Москву. Бил челом и молил удельного князя Андрея Дмитриевича Можайского и Белого озерского, что упожаловал, дал ему облюбованное место для построения церкви во имя Николая Чудотворца и монастыря. И по милости Божьей просьба его исполнилась. Князь Андрей Дмитриевич дал преподобному грамоту на починки и на кожни, и на рыбной ловле. Получив жалобные грамоты, преподобный Феодор возвратился в свой Борисогребский монастырь. Здесь он возложил обязанности игуменства на своего сопостника Павла. Вручив покровительству Пресвятой Богородице и заступничеству страстотерпцев Бориса и Глеба монастырь и игуменос братьею, преподобный Феодор отправился снова на Бело озеро, чтобы созидать здесь новый монастырь. Пришедший на избранное прежде место, преподобный неутомимо трудился сначала над постройкой храма во имя святителя Николая Чудотворца, а потом возводил и монастырские постройки. Узнав о трудах преподобного, окрестные православные жители стали стекать к старцу за благословением, а иные для того, чтобы принять иноческое пострижение. Старец Феодор принимал всех с радостью. Преподобный прожил здесь немало лет, возник храм, устроил монастырь, собрал братьев, поставил ей игумена и, находясь уже в глубокой старости, прозрев приближение своей кончины, отправился в свой первый монастырь Борисогребский. Здесь старец Феодор с великой радостью был встречен игуменом Павлом и братья ее, и все духовно и телесно веселились и благодарили Бога и Пресвятую Богородицу за успех трудов старца. Преподобный Феодор распорядился, чтобы Никольский монастырь был присоединен к Борисогребскому, и чтобы возлюбленный брат его, Борисогребский игумен Павел, руководил игуменом, братьями и строением новосозданного монастыря. После всех этих подвигов и распоряжений, через недолгое время преподобный основатель Борисогребского монастыря почил с миром 22 октября 1409 года. Преподобный игумен Павел с братьями оплакали усопшего, и счастье погребли тело его. После кончины Феодора, оставшийся в живых сотрудник его, Павел еще более стал трудиться и пищить об обоих монастырях, и дожил также до глубокой старости, в добром исповедании отошел к Господу. Пророческие слова преподобного Сергия, благословившего основание Борисогребского монастыря и предвекшего его расширения, сбылись в точности. После смерти основателей преподобных Феодора и Павла, преемники их Борисогребские игумены, продолжали усердно заботиться о благе монастыря, который постепенно стал приобретать широкую известность. При третьем преемнике преподобного Павла, игумене Иооне, и четвертом Петериме особенное усердие к обители показал благоверный и христолюбивый великий князь Василий Васильевич Темный, был великим князем с 1425 по 62 с промежутками, и благочестивая мать его княгиня София издана была ими в пользу монастыря несколько жаловных грамот, и великий князь Василий Васильевич стал монастырь этот звать своим монастырем. Сей игумен Петерим крестил и великого князя Василия Васильевича и сына его Ивана, знаменитого впоследствии великого князя Ивана Васильевича Третьего. Особенно прославился своими подвигами и трудами на благо монастыря 10-й преемник Павла, игумен Феофил, управлявший монастырем, как игумен и строитель, 30 лет. По повелению великого князя Василия Ивановича и по благословению ростовского архиепископа Иоанна, вместо деревянных храмов и прочих монастырских строений, он стал возводить каменные. 1522 года, июня, 18-й день, заложена была каменная церковь Святого Бориса и Глеба и освящена 22 сентября 1524 года тем же архиепископом Иоанном, который в том же году, июня 30-го, благословил закладку Теплой Церкви во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Эта церковь освящена была архиепископом ростовским Ярославским Кириллом в 1527 году, октября в седьмой день. При этих дорогих и трудных постройках ревностный строитель Феофил испытывал немало затруднений, но при помощи Божией и заступничестве Пресвятой Богородицы и покровителей обители святых страста терпцев Бориса и Глеба, все эти препятствия он благополучно преодолевал. Древний повествователь об основании и дальнейшей судьбе Бориса Глебского монастыря рассказывает следующее чудо. Возводя каменные постройки, игумен Феофил стал ощущать крайний недостаток в известии. Ее приходилось привозить издалека и трудным путем, именно приходилось отправлять за известию сюда, по устью, к отрости и Волге, в плесу около города Костромы, откуда подъем вверх по этим рекам очень труден и не близок. Находясь в такой нужде, Феофил бьет челом великого князя Василию Ивановичу о разрешении свободно, без пошлин искать игумну месторождения извести на ближайших землях, как монастырских, так и княжеских и боярских. Великий князь выдал жалованную грамоту на свободное добывание извести повсеместно в уездах Ростовском и Переяславском. Игумен Феофил всюду посылает разведчиков, но успеха не достигает. Опечаленный он возносит усердно молитвы Господу Богу и заступнице Пресвятой Богородице, и святым помощникам Борису и Глебу. И вот однажды, когда Феофил стоял в своей келье на обычном вечернем правиле и несколько забылся и задремал, предстали ему два светлые Христовы воина, Страстотерцы Борис и Глеб, и сказали, «Не скорби об извести. Пречистое даст тебе ездить в домовой нашей вочине, близ монастыря, и постройка каменных зданий в обители Пресвятой Богородице и нашей не прекратится ни при тебе, ни после тебя. И мы в помощь к монастырскому строению будем». И с этими словами они стали невидимы. Через три дня приносит игумену крестьянин из монастырской деревни Кочарки зобинку камней и рассказывает, что он нашел их на поле поверх земли. Игумен отсылает камни в печь, в хлебню. Когда камни обожгли и принесли показать игумену, то оказалось, ездить белое, как снег. Игумен послал разведчиков, и на указанном месте нашлось достаточное количество известий, как для тогдашних построек, так и для последующих, согласно предсказанию. Кроме этих храмов, при Феофилии и его ближайших преемниках, были воздвигнуты кругом монастыря прочные каменные высокие стены, со многими башнями и с двоими воротами со стороны Ростова и Углича, над которыми устроены каменные же церкви во имя преподобного Сергия и Сретения Господня. Все эти величественные и красивые строения существуют и в настоящее время. В соборном храме во имя благоверных князей Бориса и Глеба, в северо-западном углу, почивает под спудом мощи основателей монастыря преподобных Федора и Павла. По примеру своего отца, великого князя Василия Иоанновича, показывал великое усердие к всему монастырю и сын его, царь Иоанн Васильевич. Сам посещал его и делал богатые вклады селами, деревнями, деньгами и дорогими вещами напоминовения. В конце XVI и начале XVII столетия прославился и прославился и монастырь своими подвигами преподобный Иринар, особенно в годину Смуты. Когда этому монастырю, как и другим окружным, грозила опасность разорения от польско-литовских хищных отрядов, мощи этого угодника почивает под спудом в юго-западном пределе соборного храма. Богу нашему славу! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.